здравствуйте зрители моего канала и уважаемые мои подписчики сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам теме такой как кольцевание птенцов канарейки сейчас я вам продемонстрирую как я кольцую в каком возрасте кольцую я птенцов ну значит и кольца покажу расскажу все сейчас мы с вами вместе сделаем но учитывайте прошу учесть то что я кольцую кеннера птенца канарейки первый раз до этого я никогда раньше не кольцевал ну не было надобности а тут сейчас просто вот вот сейчас просто думаю за кольцую покажу вам вы будете уметь я буду уметь хочу также сказать что кольца я приобрел у хорошего разводчика который проживает в каневской зовут его сергей букур он также ведет канал о попугаях друзья рекомендую вам всем подписаться вот такой вот разводчик птица классная я был у него в гостях он гостил меня этими кольцами у меня просто не было собой камеры и у него не было камеры мы когда без камеры встречались а так бы мы сняли свои работы совместные но все впереди ребятки мы еще вместе с ним снимем вам какую-нибудь совместную работу где мы открываем тайны открываем все вот такие секреты которые старожилы прячут от нас накрывают мешком но мы все равно все скрываем изучаем доходим до истины и добиваемся наилучших результатов совместными усилиями совместными один в поле не воин это по-любому итак друзья сейчас я вам продемонстрирую кольца и как я кольцую кенера значит обязательно надо знать что кенера кольцевать ну птенца канарейки кольцевать надо 6 7 день если вы немножко прозеваете этот момент и кинорочек ваш подрастет 8 лет кольцо не не налезет тогда придется кольцо разрезать и делать как бы другим методом кольцевать этим же кольцом но другим методом у сергея в укур кстати есть он кольцует амадин своих японских можете подсмотреть я там тоже подсмотрел немножко для расширения кругозора в общем сейчас ребятки вам покажу как я все делаю и все будет хорошо и кстати хотел сказать когда вы досмотрите все видео вы будете знать как кольцевать птенцов и вы будете приобретете себе навыки и если столкнетесь подобной ситуации вы закольцуете своего киноружку ну птенчика лучше всех и лучше вас никто это не сделает итак друзья переходим к наглядному пособию этого тут у меня самец сидит готовится и так вот перед нами кольца разных разного цвета наверно многие уже узнали эти кольца а может кто-то первый раз видит кольца дни номерованы и ничего просто цветные вот внутренний диаметр как бы ты все в руках то еще удержать вот внутренний диаметр 3 миллиметра внешний надо замерять не знаю значит берете канцелярский нож и но это я уже сам придумал мне так удобно я их разрезаю на две части они получаются более удобные такие как классика обручального кольца только друзья аккуратно пальцы не порежьте с ножом работаем аккуратно без подготовки за нож не хватайтесь вот получился получилось такое колечко видно всем да и теперь вот это тоненькое колечко мы сейчас пойдем с вами и оденем на лапку маленькому птенчику канареки которому исполнилось 6-7 дней но если прям быть буквально точно ему исполнилось 6 дней также рекомендую с собой взять зубочистку когда вы будете одевать кольцо то тот палец который будет приставать к ножке надо будет его назад отвернуть но это мне так советовал серёга когда вот это кольцо одевать но я думаю сейчас обыграем вот так узенько кольцо оденем и палец у нас сам выскочит без зубочистки просто я не взял с собой зубочистку но я думаю сейчас все обойдется без зубочистки и так идем сейчас я наберу это самое сейчас покажу сейчас птенца достану друзья мои друзья мои вот он птенчик это вот горя мамаша которая вот она я вам их продемонстрирую значит у нее сейчас я вам немножко напомню освежу память вот эта самка она принципиально не хочет кормить своих птенцов у нее уже был первая кладка была там был один птенец я вам показывал на видео ранее как я их кормил там видно прямо как я сам кормлю и вы можете научиться тоже кормить самостоятельно так вот мы я кормил их несколько дней потом меня не было дома и птенец погиб она его не кормила но сейчас у нас есть небольшие успехи допустим птенцу уже 6 7 день и это самка я не знаю или это самка или это самец кто-то его кормит то есть утром прихожу он голодный я ему кормлю а в обед проверяю он уже накормленный кто-то кормит не знаю но у них вот постоянно в кормушке у них постоянно вот тут яйцо морковка и пророщенная семечка пшеница ну и там сухой корм вот видите рапс рапс вы или принципе надо же сам рапс вы или а просто потом последнюю очередь надо будет подсыпать и так друзья я хочу его закольцевать просто для того чтобы дальнейшем на видео он будет выступать у нас с кольцом будет так и лунете рот открывает а никто не кормит но я его в принципе сейчас немножко подкормил перед съемкой но все равно у него пикет хороший так кладу сюда колечко сейчас я его достану и все вам продемонстрирую у меня есть вот такая вот специально называется помогулька помогулька это значит я взял кусок доски друзья вот видите как на что приходится идти что поделиться опытом со своими подписчиками чтобы конороводство процветала в нашей стране и и никогда не угасала в общем вот сюда еще ставлю таким образом телефон то есть этот ну камеру на которую снимаю и попробую поймать фокусы так чтобы вам все было видно а то вдруг сейчас буду делать а видно не будет сейчас я устанавливаю телефон камеру как ее назвать не знаю так друзья установил я телефон полезу сейчас за птенчиком итак друзья мои без подготовки лучше не то самое птенчика доставал кольцо уронил пока кольцо доставал тут птенчик у меня руки разогреть и чтобы было тепло потому что птенчик горячая пальцы ледяные но я так-то вроде немножко разогрел в общем смотрите как надо берем птенца вот как вам удобно и вот эти три пальца видно хорошо вот эти три пальца надо каким-то макаром завести их в это кольцо ну что-то у меня получается ничего не такие мягкие вот это да блин кольцо упала друзья можно принципе разрезать ее и защелкнуть на ножку да и не морочиться ну надо же все умеют правильно там вам видно если кому-то не видно ну извините прямая трансляция идет я не могу сейчас ничего сделать надо думать прежде всего о здоровье птенца вот смотрите я три пальца провел теперь вот так раз 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 и огонь погас вот видно где тут фокус и сейчас три пальца пролезли вот четвертый который к ноге блин ну вот видите там коготочек сейчас мы его так его проводим и вот тут серёга говорил надо зубочистку но у меня получилось без зубочистки все друзья победа все ребята подписывайтесь на канал ставьте лайки хлопайте в ладоши у меня все получилось сейчас я птенца кладу на место так надо аккуратно все это сделать убираем эту треножку бабах не то что положила бросил чтоб хочу быстрее чтобы птенца не заморозить у меня правда реально холодные руки все пока учтешь все видите у него теперь получается запомните этого красавчика у него на правой лапке вот на правой лапке колечко блин аж прям вообще победа класс первый раз на камеру это очень сложно но я справился так значит что еще сказать то все а то что-то волнение поперли получилось я сейчас быстренько ставлю их на место чтобы самочка села и начала его греть потому что там руки холодные я думаю чтобы он не подмерз побегу сейчас еще каши ему сделаю все они у меня тут хорошо сидят в укромном месте давайте пронаблюдаем сядет не сядет немножко постоим посмотрим давайте крутится вертится чистит клюв видите видите не знаю нормально мобильными тут нет тут ориентируюсь вот она сейчас сидит на соседней палке ну блин конечно это все так эмоционально друзья если хотите испытать непередаваемые ощущения кольцуйте своих птенцов на шестом-седьмом дне жизни в общем наверное надо мне отсюда отойти потому что что-то она сидит и не собирается сейчас я немножко отойду назад и потом подойду когда она сядет вам продемонстрирую вон обратите внимание самочка села буквально я отошел на две-три минутки самка села на гнездышко вон эти ноги здесь сидит а вот самец все сейчас она его погреет а я где-то через полчасика подойду снова покормлю его еще потому что видели сами он аппетит есть ротик открывает вернее клювик открывает надо покормить ну и буду еще перед сном еще и снова покормлю короче я тут за ним наблюдаю плотно хочу выкормить и возможно получится у меня выкормишь выкормишь канарейки может будет ручной вообще будет классно домой заберу в семью к себе буду с ним играться ну и вам буду показывать как все это как все это проходит вручную я имею дукина все видео подходит к концу не забываем подписываться всего доброго до скорой встречи друзья до свидания всем здоровья добра счастья в личной жизни до свидания